Какая должна быть талия, чтобы работать в библиотеке? В Раменской Центральной Детской не более 70 сантиметров, иначе застрянете между стеллажами. А вот рост желательно побольше. Для лестницы тут места нет. Сами видите, да, вот расстояние между стеллажами. Соответственно, стремянка не встает. То есть, чтобы достать книжку с верхних рядов, мы лазим по стеллажам. То есть, у нас очень спортивный коллектив. Вот, держимся в форме, потому что иначе работать тут было бы невозможно. Сколько по статистике застревают детей? Детей здесь не застревает, потому что мы их сюда просто не пускаем, это опасно. Но библиотекарь застревает в сутки человека два точно. Как вы тягиваете? Самостоятельно. Снимаешь там что-нибудь в себя, если ты оделся плотно, и потихонечку выходишь. В тесноте да не в обиде, очень здесь по смыслу. В стесненных условиях удается выдавать книги, помогать юным читателям и даже проводить театрализованные шоу. Все, конечно, в пределах имеющегося масштаба и без лишнего хождения между полками. Вот это вход в нашу Раменскую центральную детскую библиотеку. Сами видите, соответственно, двери у нас небольшой проем, да, умудряются мамы поезжать с колясками. То есть открываем вторую дверь, отодвигаем наш библиотечный книговорот. Детей на улице никто, конечно, не бросает. Это наш гардероб, героический гардероб, потому что иногда на нем висит до 30 детских курточек, шубочек. Вот, опытные... А сколько в день человек приходит к вам? Сейчас вот у нас сентябрь, самый тихий месяц, то есть у нас приходит за книжками где-то порядка 70 человек в день, может больше, может чуть меньше. Массовые мероприятия мы сейчас пока не проводим, потому что школа еще устанавливает там списки, утверждает и так далее. Обычно у нас в прошлом сентябре у нас было до трех мероприятий в неделю. Соответственно, мероприятия проводятся здесь же, то есть дети здесь раздеваются, проходят вот в эту зону. И вот до 25 до 30 детей мы вот в этом закуточке высаживаем, проводим мероприятия, конечно, без компьютерных каких-то там дополнений, потому что проекторы ставить мы сюда пробовали, но у нас такие расстояния между проектором и экраном получают, что просто не поднаводится фокус. Все библиотеки ежемесячно отчитываются по числу новых читателей, по количеству посещений и по книговыдаче. В Раменском со всеми показателями порядок. Плюс мы обслуживаем еще другие поселения. Наша библиотека, поскольку она является центральной библиотекой, обслуживает не только жителей нашего города, но и всего Раменского района. У нас в нашей библиотеке, значит, обслуживаются читатели Белозерской, значит, Дубовой рощи, Копнино, Прозоровская-Голицына. Из города Жуковского к нам приезжают иногда за книжками, потому что говорят, что фонд мы собрали неплохой. Вот, конечно, мы обслуживаем жителей нашего города. Например, если в каких-то детских библиотеках не хватает книг, то читатели приезжают к нам. Мы начали готовиться к переезду, начали связывать книжки, сначала подсобку, то, что меньше всего используем, потому что, несмотря на то, что мы уже связываемся, готовимся, читателей по-прежнему обслуживаем, от этого никуда не деться, они по-прежнему к нам идут. Школьную программу никто не отменял. Переезд ждут все – книги, читатели и сотрудники библиотеки. В новом помещении на Рабочей улице будут места, возможности и все те же 90-60 на 90. Андрей Мелентьев, Сергей Григорьев. Для программы «Городские вести». Продолжение следует...